Творчество без границ. Молодые художники ломают стереотипы и открывают искусство для граждан. Минувшие выходные в набережных Челнах прошла интерактивная выставка «Лавизард». Мастера кисти в режиме онлайн создавали свои картины. К изобразительному искусству приобщились и гости праздника. Танцевальная десятиминутка, чтобы создать настроение. Гостей интерактивной выставки с зажигательными ритмами заманивали на открытый мастер-класс. На первый раз очень тело такое ломкое, то есть пока нет этой гибкости, изящности, как у девчонок. Поэтому на первые моменты не получается одновременно и крутиться, и ножки так вот делать. Но я старался. Искусство здесь рождается на глазах у публики. Организаторы и сами художники хотят показать, что оно живое. А поэтому с удовольствием пустили гостей в свои мастерские. Для молодых художников нет места, где можно выставиться, то есть порисовать. В картины галереи туда очень сложно попасть. И больше у нас таких мест в челнах нету. А вот это пространство, которое открылось здесь, это уникальное место. То есть оно может собрать всю творческую молодежь нашего города. Ничто не скрыто от взглядов людей. Разные техники, разные цвета, разные картины. И самое главное, у творчества здесь есть свобода. Сама пока еще не знаю, что я рисую. Может в конце получится что-то оригинальное. А так пока я очень люблю рисовать портреты. Немного нестандартные. Организаторы мероприятия стерли все рамки. Работать кистями и красками здесь могут не только художники, но и гости. Никто не оценивает, хорошо или плохо. Бери инструмент в руки и вперед. Творить. Как хочешь и как можешь. Дети, молодежь, взрослые пишут общую картину. У нас в городе нету какой-то площади, где человек может самовыражаться. А тут это в принципе дает какой-то толчок кому-то может быть. Я была очень приятно удивлена, что у нас очень много талантов, причем как среди профессионалов, так и среди гостей, которые тоже имели возможность рисовать. Это очень интересно, чем живет молодежь. Хоть я пенсионерка. Но это очень здорово, смотреть как живо все происходит. Я даже не ожидала, что столько народу здесь будет. Также всех желающих посвятили в тайной чайной церемонии. Организаторы надеются, что это не последняя интерактивная выставка. И в следующий раз она соберет еще больше участников. Елена Портнова, Андрей Беслаков, РНТВ, Набережные Челны.